Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал! Я нахожусь на складе BMW. Хочу показать вам автомобили на октябрь 24 года, сколько стоят новые автомобили BMW. Ну и, конечно же, рассказать свои впечатления на сегодняшний день по работе с BMW. Какие у нас есть подводные камни с BMW. Кто смотрит меня из стран СНГ, они для себя делают какие-то выводы. Смотрят на цены автомобилей, сравнивают. Я не занимаюсь экспортом автомобилей, сразу скажу. Потому что BMW очень популярна на экспорт. И Mercedes очень популярен на экспорт. Поэтому я не занимаюсь экспортом автомобилей. Я занимаюсь внутренним рынком, продаю автомобили на внутреннем рынке. Абсолютно всех немецкие, корейские, японские автомобили продают на внутреннем рынке в кредит и в лизинг. Кого интересуют такие автомобили, можете обращаться по моему инстаграму. Или в описании будет у меня ссылка на WhatsApp или на Instagram. Можете пройти по описанию и связаться со мной. Сегодня я хочу показать, какие есть автомобили на октябрь месяц, какие цены. Автомобили прибавились. Я давно не был в BMW. Не так часто работаю с BMW. Некоторые мне начинают кидать. Типа, вот у тебя там нету BMW, у тебя там того нету. Ребята, я работаю только с теми производителями, которые дают хорошие условия. А если я не могу вам дать хорошие условия, зачем им нужен? Поймите правильно. Вы сами можете прийти, сделать свои запросы, испортить свои документы. Купить три дорогая этот автомобиль. Я нужен для того, чтобы вы не тратили свои нервы. Вы не тратили свое время в Америке. Это очень важно. Лучше заработать денег, чем потратить свое время. Но у нас есть люди, наш менталитет. Привык, что он сделал, все сам. Обосрался. А потом позвонил и говорит, я как бы тут походил немножко по-дилерским. И уже как бы уже наделал там всяких делов. Пожалуйста, помоги. Помочь-то поможем. Только тебе будет стоить уже других денег. Поэтому, если вы относитесь к своему времени уважительно, и у вас есть своя работа, и вы профессионал своей работы, также можете предоставить профессионалу, как мне, выбор автомобиля, условия и так далее, и так далее. Все зависит только от ваших документов. Всегда говорю. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, звоните, пишите. Знаете, как меня поддержать? Это, конечно же, поставить мне лайк. Вам ничего не будет стоить поставить мне лайк. Написать комментарии. Ваши впечатления читаю, всем отвечаю, стараюсь. Не так времени много на YouTube, конечно. Вот сейчас вот прибежал быстренько снять ролик, потому что не хочется пропускать. Раз в неделю выпускаю ролики, не хочется пропускать. Поэтому с вас лайк, подписка, комментарии, поделитесь с друзьями. Погнали смотреть октябрь 24-го года BMW. Погнали. Итак, ребята, давайте начнем с X7. Автомобиль очень красивый. С задней стороны, с передней стороны. Как-то на выставке сказал, что этот автомобиль изуродовали. Большинство людей со мной согласилось. Не согласилось. Ну, это мои сугубо личные впечатления об этом автомобиле. Классный автомобиль, семейный. Вопросов к нему не имею. 25-го года уже этот BMW X7, X-Drive 40i. Цена данного автомобиля 95-660. Машины все закрыты. Белый на черном, на черных дисках. В М-пакете. Красивый автомобиль с панорамной крышей. В общем, все четко здесь. Соседний автомобиль один в один такой же. Цена у нас, в принципе, такая же. Заострять внимание не буду, потому что хочется в один ролик вместить все эти автомобили. Поэтому будем пробегать. Не будем повторяться. Будем пробегать по тем автомобилям, которые отличаются. 25-го года X7, X-Drive в другом цвете. Цена этого автомобиля вам не видно. И мне не видно. 92-375. В общем, поверите на слово, ребята. Вот в таком вот красивом темно-сером цвете. С черными дисками. Здесь у нас двухцветные диски. Симпатичный черный автомобиль. X7. Это у нас M60i X-Drive 25-го года. 116-475. Когда я занимался экспортом, чуть меньше года назад, ну почти уже год скоро, как я не занимаюсь, эти автомобили раньше мне писали, что выгоднее привозить из Кореи, из Южной Кореи, из Южной Кореи. Нет, ребята. Есть такие модели, которые невыгодно привозить. Если мы говорим о моей прошлой работе. Сейчас вообще пофиг, честно говоря. Вот я продаю в лизинг-кредит. Сейчас чуть позже расскажу, в чем подвох. BMW X7 M60i X-Drive. Цена 125-345. Отличная цена этого автомобиля, мне кажется. У нас салон черный на черном, короче. Очень прикольный. Вот модный Грей. По-моему, это Бруклин Грей, если я не ошибаюсь, у BMW. Сейчас посмотрим. Это у нас X7 M60i X-Drive. Какой здесь Color? Не вижу Color. Бруклин Грей, да. 119-725. Цена этого автомобиля. Расход у него 18 на MPG. Да, пофиг, мне кажется. Когда кто покупает BMW, пофиг на расход вообще. Crystal пакет, проекция, два сдвоенных крана. В общем, M60 это вот прям то, что нужно реально в BMW. Шикарный, красивый автомобиль в таком цвете. Очень мне нравится. Так, здесь у нас чей-то автомобиль стоит. Не будем его смотреть. Так, стандартный у нас идет тоже. А, стандартный. М60 стандартный. М60. Двуцветные диски у него здесь. И цена такого M60 25-го года 114-520. По опциям, ребят. Так, по опциям. Да пустая она по опциям. Посмотрите, все пустое вообще. Ничего тут нету. Салон у нас коньячного цвета. Очень симпатично смотрится. Мне кажется, кожа здесь искусственная. Хотя, может быть, и натуральная. Не знаю я. По-моему, это сансофита. Даже это не кожа. Сансофитовая такая история. А так, в целом, неплохо все смотрится. Единственное, да, конечно. Морду бы оставили. Было вообще шикарно. Было бы, мне кажется, круто. Чуть-чуть меньше сделали бы фары. Было бы интересно. Так они, как корейцев, сделали. Но это, опять же, вкусовщина все. Все вкусовщина. Стандартный X7, X-Drive 40i. Цена такого автомобиля 87,995. Вообще, самая дешевая цена, мне кажется. Здесь у нас стандартный руль. Тоже красивый цвет салона у нас. Песочного цвета. Так. И еще один у нас стоит. Красавчик вообще. Внутри, посмотрите, двухцветный у нас. А это чей-то, что ли? Или что? Затонированный. Или новый? Нет, новый. Двухцветный у нас салон. Шикарный. Белый на черном. А цены нету, что ли? Нет, цены нету. Ладно, окей, идем дальше. Идем дальше. Здесь у нас стоит X5. X5 там туда перенесли их. Что-то здесь тоже цены нету. Идем дальше. Так, по седанчикам быстренько пробежимся. В принципе, не так актуально. Вообще, у меня здесь в Америке их не так часто спрашивают. Ну, есть причина, почему не спрашивают. 24-го года еще автомобиль. 228-я, Гран-Копе. Цена 44-785. Это неподробный обзор какой-то там. Я просто бегло пробегаю. Месте с вами смотрим цены. Кому интересно, тот для себя сделает выводы. То же самое Гран-Копе. 42-915. В сером цвете стандартный. Такой же синий. Такой же белый. Все, в принципе, в одной категории стоит. Такая же цена, мне кажется, одинаковая. Давайте посмотрим сейчас. Вот этот синий. Посмотрим, сколько стоит. Тоже в пределах 47. Ух ты! Здесь опции добавили. Премиум пэкэдж. М-спорт пэкэдж. 47-970. 28-я на ПИЖ. Да, немножко поинтереснее здесь. То же самое. Серый, синий. Слушайте, ну, в основном это белый, синий и серого цвета автомобиля. Вот этот автомобиль будет очень интересным многим ребятам. Давайте посмотрим. Двоечку. В очень красивом цвете. В фиолетовом. Темно-фиолетовом даже. М-овский у нас суппорта сразу видно. Это у нас 25-го года автомобиль. BMW 230i Coupe. Цена такого автомобиля 50385. Двухлитровый у нас мотор здесь стоит. Это не competition. Но смотрится тоже прилично. Очень даже прилично. Я так понимаю, он один-единственный здесь стоит. А, нет, еще один там есть. В таком же красивом цвете. Класс, мне нравится. Очень нравится. Синий только что смотрели. Так, давайте посмотрим. Это у нас 400... Какая-то у нас... Ай-4 просто. Ай-4 идет. Это у нас 24-го года. Ай-4 М50. Гран-Купе. Цена данного автомобиля 81,095. Ну, слушайте, неплохо. Она тоже интересно смотрится. Не скучненькая такая. Диски, во всяком случае, очень сильно ее спасают. Двухцветные диски. Красный суппорта. М-обвес. Слушайте, ну, интересно смотрится. Чем-то похоже на тройку. Ну, это не тройка. Так, еще одна у нас. Это у нас 25-го года уже автомобиль. 430-е купе. Цена такого автомобиля 56,245. Слушайте, очень сильно упала цена на этот автомобиль. Я знаю моего знакомого. Была такая же. И мы покупали ему 2 года назад. Вот один в один такой же автомобиль. За 64, за 65. Сейчас такая машина стоит 56. Почти на 10 тысяч подешевела. Ну, тогда она была. Тут такой маркет, что там продавали оверпрайсы. По 5 тысяч, по-моему, да. Сверху было. Плюс еще дилерная оценка была жесткая. Так, стандартная троечка. Это у нас 330-е, да? 330-е седан. 24-го года, еще не 25-го модельного. 49,050. Точнее, 49,05. Цвет красивый. Вишневого цвета. Шикарный автомобиль. Машина, кстати, открыта тоже. Удивительно, что машина открыта. Хорошая машинка. Троечка стандартная. Не двойка, не четверка. Стандартная тройка, как мы привыкли в Европе покупать. Такие седаны. Один в один. Двухцветные диски у нас. BMW-шные. Классные. Вот вообще классика. Просто классика. 49 тысяч долларов, короче. Так. Еще одна у нас 228-я. Вот у нас купешка стоит. Давайте ее тоже посмотрим с той стороны. Почему они все Windows-стикеры рвут? Вот цены нет. Машина у нас закрыта. Цены здесь нет. Купешка в модном грее. Бруклин грее. Вот соседняя тоже стоит. Такая же черная. Сколько она стоит? Она стоит 76,760. Это у нас M440i 25-го года купе. Вот еще один у нас i4. Посмотрим, сколько стоит такая. С той стороны легче. Белый на белом. Белый на бежевом даже. А, это 430-я. Sorry. Это 430-я. Айка. Гран-купе. 54,895. Вот так вот выглядит автомобиль. Немножко устарел, мне кажется, этот автомобиль. Я его буду немножко апгрейдить. Опять же. Это я так вижу эту ситуацию. Так, электрички стоят. Обязательно в конце их покажу. Уже новая вышла. Вон, смотрите. Только сейчас обратил внимание. Новая X3 вышла. Так, дальше. Дальше, дальше. Я знаю, что большинство зрителей, это эти автомобили, эти данные, вот такие, как 228-я Айка и Гран-купе, не интересуют. 42,895. Поэтому уверен, что многие скажут, нахер ты нам это показываешь. Я показываю для всех. Не только для одного какого-то человека. Или для всех показываю, потому что разный вкус у всех. 55,630. Это у нас 430 Ай-купе. Такая же стоит. Вот у нас двоечка. Такого же вот. Такая же вот стояла двоечка. Темно-фиолетовая. Здесь один в один такая же, мне кажется. Да, такая же. 56,770. Я помню. Хотя нет, другие диски здесь. Я помню, такой автомобиль. В начале года мы смотрели для клиента. Он стоил 52 тысячи. Сейчас 56. Подорожало, то ли опции добавили. Надо разбираться. Смотрели такую. Вот давайте посмотрим лучше вот такую вот версию. Она уже sold, продана. Это у нас competition. Competition. Карбоновые зеркала. Карбоновые жабры. Карбоновая у нас крыша идет. Да. М4 Competition. М. X-Drive купе. Цена такого автомобиля 111,245. Да, очень красивый автомобиль. Competition. Это и есть Competition. Тут, в принципе, комментировать нечего. Автомобиль под заказ, скорее всего, был куплен, привезен и уже продан. Так что да, очень красивый автомобиль. Нравится. Взял бы себе 100%. Взял бы, конечно. Кто бы отказался бы от BMW Competition. Это крутая тачка. Еще одна у нас стоит. Двойка, двойка, двойка. Не буду повторяться. Grand Coupe. Coupe. Давайте посмотрим на вот такую вот купе. 430-е купе. 54,490. А вот соседний автомобиль у нас идет плагин-гибрид. Это у нас 24-го года 330A330 и седан. Видите, здесь у нас расход, значит, получается 73 на электричестве на смешанном цикле и 27 у нас на бензине. 51,300-305. Вы знаете, цена очень даже адекватная. Более чем адекватная. Ну, да, стандартная машина. Плагин-гибрид. Более чем. Вот у него лючочек здесь стоит. Так что да. Идем дальше. Дальше. Машин много. Заострять внимание на каждое не будем. Вот мне нравится вот эта вот купешка, кабриолет. Convertible. На очень красивом салоне. Это у нас 440i Convertible. 76, 345. 29 на MPG. Так. Что, переходим к семеркам. 760i. Жопа, конечно, шикарная у этого автомобиля. В отличие от переда. То же самое, как и с BMW X7. Также мне не особо заходит... Ну, хотя более-менее еще как-то здесь приемлемая часть. Вот смотрите. Не знаю, как вам, что вы скажете. Да, вот. Мне как-то кажется, что... Эти два автомобиля можно было сделать поинтереснее. Ну, наверное, просто я не принял этот автомобиль в таком переднем части. По этой передней части. Наверное, я просто не принял. Потому что старая семерка была поинтереснее. 760i X-Drive седан. Цена такого автомобиля... 131-045. Машина у нас... У нас электрическое открывание дверей. О, смотрите. Ничего себе. Машина открыта. Машина сама открывается. Вау. Круто, что машина открыта. Можно посмотреть. Баурус Вилкинс. BMW свой специфический запах в салоне. Честно скажу. Необычный запах, да. Очень нравится у BMW новый руль. Они реально его очень круто сделали. Он такой сбитый, красивый. Очень стильный, модный. Не знаю, как выразиться еще дополнительно. Ну, короче, прям заходит на ура. Два этих экрана очень прикольные. Они тоже сделали. У Mercedes, в принципе, взяли. Mercedes вообще инноватор в этой ситуации. Вот. Так, в целом. Панорамная крыша. Очень прикольная. Нравится мне сидение. Здесь кожа прям такая. Нежная, приятная. Подлокотники тоже скожаные такие. Класс. Очень нравится. Crystal пакет. Ну, здесь, короче, не максималочка, но предмаксималочка, может быть. Здесь нету максималки должен быть. Давайте я открою. Максималки должен быть здесь кинотеатр. Здесь нет кинотеатра. Но здесь есть вот такие вот истории. Типа фишки новые от BMW. Я думаю, ничего нового я вам не рассказывал. Все уже все видели. Это давно. Тем более, вы смотрите каналы других моих комментариев. Коллег, которые отправляют эти автомобили за границу, этим занимаются. И они уже сто раз это все показали, рассказали. И как бы мне добавить, в принципе, нечего. Я просто показываю вам цены. Почему я это делаю? Кстати, некоторые спрашивают. Ну, раз ты занимаешься внутренним рынком, зачем ты это делаешь? Сейчас объясню вам, зачем я это делаю. 760А, X-Drive, седан, 139,665. Такой автомобиль стоит. Несколько пакетов. Premium Package 2, Executive Package 3,700. Ни хера себе. Ну, в общем, да. Машина на 100е закрыта. Машина закрыта. Зачем я это делаю? Давайте отвечу на вопрос, потому что у некоторых есть вопросы. Зачем я снимаю эти видео, если я не отправляю их на экспорт? Я их снимаю для ребят, которые ездят на тракте. Я их снимаю для ребят, которые живут в Америке, которые могут себе позволить купить такой автомобиль. Вы не думайте, если вы живете в СНГ, и вы там все богатые, такие крутые, вы покупаете за кэш, такие все, знаете, модные, а мы тут в Америке нищебродничаем. Нет, конечно. Кто зарабатывать хочет, тот заработает. И поэтому, если кто-то смотрит мой канал и подписан на меня, и комментирует меня, обращается ко мне, заходите на мой Инстаграм, посмотрите, сколько автомобилей я продаю, какие автомобили я продаю. Конечно, BMW я меньше всего продаю, потому что понятно, что наши иммигранты, им нужно время для того, чтобы, потому что жизнь с нуля, им нужно время для того, чтобы встать на ноги, подняться, как говорится, по-нашему, и купить у меня эту машину. Это не проблема. Вопрос только времени. А все эти комментаторы, которые пишут, что мы там приехали, работаем на нищебродских работах, еще и так далее, и так далее. Ребята, я смотрю, ваша жизнь начиналась прямо с богатой жизни. Вы там все ходили, сразу же были директорами своей компании и так далее. Все стей бай степ, все постепенно. Мои ребята, кто ко мне обращается, всем салам алейкум, всем спасибо, всем привет, ребята, кто обращается ко мне, кто доверяет мне. Я уважаю, потому что каждая работа здесь в Америке непроста. Здесь нужно пахать в два раза больше, чем в ваших странах. Если вы у себя в стране умудрились что-то своровать или что-то там химатозничать, еще что-то сделать, здесь должно быть гораздо все сложнее, все должно быть правильнее. Бывают, конечно, схемы тоже делают, но, тем не менее, здесь должно быть все правильнее. Здесь есть возможность заработать легально все и не бояться, что тебе завтра отберут это и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, кто меня смотрит, у кого есть возможность по состоянию купить такой автомобиль за границей и заказывать такие автомобили из США, я не работаю с этим вопросом. Я работаю для своих ребят, которые живут уже в Америке, у которых есть документы. BMW, к сожалению, у меня, подчеркиваю, ребята, кто меня смотрит в Америке, у меня BMW, к сожалению, купить сложнее. Почему? Потому что я во Флориде нахожусь, я работаю только с теми дилерами, которых я лично знаю, которые не подставляют меня как брокера. И у меня, к сожалению, почему сложнее? Потому что здесь, именно во Флориде, в частности в этом штате, требуют грин-карту для покупки автомобиля BMW. Этот контент я делал для того, чтобы было разнообразие, чтобы посмотрели для себя, сделали цены, мечты поставили, как и я. Я хожу в BMW, я люблю BMW, хожу, мечтаю, думаю, вот куплю себе X5, куплю себе пятерку, может быть, что-то другое еще возьму, может, какой-нибудь competition. Мне нравится BMW, и я это делаю для контента, для того, чтобы просто, ну, как бы, канал не умирал, я, как бы, я занимаюсь своим каналом не так уже активно, как раньше, но я занимаюсь своим каналом для контента. Я предельно честен со своей аудиторией и говорю, как есть. Если вы находитесь во Флориде, у вас есть документы, я вам сделаю BMW без проблем. Но, в принципе, на BMW свет клином не сошелся, поэтому, кому интересно приобрести любые марки, кроме американских, любые марки, немецкие, японские, корейские. Если у вас есть документы, если есть какой-никакой редискор, у меня очень много автомобилей покупают невысокого сегмента, потому что нужно понимать, что за все нужно платить, в Америке не так дешево жить. Поэтому звоните, пишите, я помогу с этим вопросом. Тысячу миллионов отзывов уже есть на Инстаграме, надо будет все это, конечно, запихать как-то в один ролик, чтобы вы посмотрели. У кого нет доверия, я понимаю, что у вас есть сомнения, доверие, там что-то рассказывают на Ютубе, что-то там бла-бла-бла-бла. Давайте все на деле. Я вот люблю все на деле. Если у вас есть запрос, если у вас есть понимание, что вы хотите, если у вас есть документы, если вы хотите в кредит или лизинку купить себе автомобиль, бэушными автомобилями не занимаюсь. Так что так вот. Давайте вернемся к автомобилям, посмотрим, что у нас по автомобилям. Давайте перейдем к пятерке. Вот она пятерка стандартная. Пятерка новая вышла. Мне нравится она. Конечно, в стоке она мне не особо заходит, потому что здесь сток и сток. А вот в версии М, обвесе или Competition, конечно, она просто идеально смотрится. 24-го года, 530А и седан. 64-115. Такая вот цена этого автомобиля. Машина закрыта. Еще одна такая же, только белая. Мне кажется, цена такая же, плюс-минус будет. 60-145. Даже дешевле. Вот. Цветка, кстати, красивая. Машина у нас закрыта тоже. Цвет очень красивый, вишневого цвета. А вот уже поинтереснее. Это у нас 60-ка, скорее всего, стоит. Очень мне нравится. Посмотрите, как она уже по-другому смотрится, в отличие от стокового варианта. Видите? Прямо кардинально. У него обвесы М. И все, машина по-другому заиграла. Тапки другие. Все красиво. Ай5. И-драйв 40. Седан. Да, это у нас уже и-драйв. 79-165. Подешевело. Было дороже. 96 на MPG у него. Было дороже. Ну, может быть, пакеты были. Посмотрите, сзади диффузор прикольный у него. Очень красивый диффузор. Соседний автомобиль более стоковый. Тоже Айка идет. 530. А, нет, не Ай. Стандартный. 530 Ай. Седан. Я думал, это электрик. А это бензиновый. 62. 395. 62. 395. В принципе, неплохо. Так, слушайте, пятерок-то не так много. Все стоковые в основном. Тут у нас цены нету. Еще одна у нас стоит. Это у нас 530 Ай, X-драйв, седан. Цена 69,265. Так, вот они, красавчики стоят. Вот, вот она, X-5. Мечта. Мечта. Сто процентов большинство согласится. X-5 классный автомобиль. Ай5 и драйв 40, седан. 75, 310. Вот. Еще один автомобиль у нас продан. И вот стандартный еще один стоит. Тоже цены нету. Окей. Так, к электричкам, наверное, вернусь попозже, по той стороне и вернусь попозже. Идем дальше. Это у нас машина новая. Я думал, это уже продано. Это у нас X-4, X-драйв, 30А, 60, 110. Машина устарела, максимально устарела. Ее, конечно, уже должны были апгрейдить, потому что эта машина уже древняя. Ну, просто древняя. Хотя я против этой машины ничего не имею. Просто она по дизайну уже древняя. X-5. X-5. Модный цвет. Brooklyn Gray. Классный автомобиль. Я вот тащусь. Особенно вот такого белого. На черных дисках. Мне очень нравится. Итак, это у нас X-5. Что это у нас такое? Сейчас посмотрим. X-5, X-драйв, 50А. Да, это у нас плагин гибрид. 58 у нас на смешанном, 22 у нас на бензине. 82, 795. Трехлитровый мотор. Шикарно едет. Эта машина трехлитровая. В стандарте. Плюс плагин гибрид у нее. Вот красивые диски мне нравятся. Черные M-овские. Цвет тоже красивый. Хоть бы был X-драйв. Нет, S-драйв. Вот косяк. Вот во Флориде реальный косяк. То, что всегда больше всего машин привозят S-драйв. Заднеприводный. 25-го года машина. Цена такого автомобиля 75,960. Но цена хорошая. 75 тысяч. Очень даже интересно. Прикольно. Да, очень красивый автомобиль. Мне нравится. X-пятый мне нравится. Так, это стандартный стоковый идет у нас. Сколько он стоит? 71, 460. Разница в 3,5 тысячи долларов. Посмотрите. Это на X-драйв, скорее всего, да? Нет, тоже S-драйв. 25-го года. Посмотрите, ребят. Что бы вы выбрали? 3,5 тысячи долларов. Стоковый X-пятый. Или вот такой вот в М-овесе. Да, тоже S-драйв. Заднеприводный. Но тем не менее. Разница в 3,5 тысячи долларов. Это или это? Конечно же, это. 100%. 100%. И диски, и цвет, и морда черная. А здесь у нас глянцевая. Два одинаковых автомобиля. Но абсолютно по-разному смотрятся. Абсолютно по-разному. Просто лялечка. Еще бы, если бы X-драйв был, вообще шикарно. Полный привод. Так, здесь у нас стандартный идет тоже. Цена у него 71, 245. 25-го года. X-драйв 40i. Еще один у нас стоит. С красными суппортами. X-пятый. Сколько он стоит? 85, 445. X-драйв. X-драйв. Шикарно. X-драйв. Только диски у нас такие более стоковые. Вот, шикарный вообще. Тоже есть драйв. Сейчас посмотрим, ладно. X-шестой. X-шестой. В сером цвете вообще тоже лялечка. X-драйв 40i. Вообще вот то, что нужно. Ну, понятно, что это не самое... Это не предел совершенства, да? BMW X-драйв 40i. Но это хотя бы X-драйв. X-шесть, X-драйв 40i. 83, 925. Нормальная цена. Более чем. Машина закрыта. Хорошая цена этого автомобиля. В сером цвете. Шикарно смотрится. Затонировал. Класс. X-пятые, стандартные. X-четвертые. Хотя бы в таком цвете уже и поинтереснее смотрятся с черными решетками. X-4 М40i. Поэтому так красиво смотрятся. 73,370. Ни хера себе ценничек за этот автомобиль. Не сказать, что тут много пакетов каких-то там. Premium Package. Premium Assist Package. И что еще? И все. По факту все. Мечу себе ценник. Так, X-пятые. Красивые двухсветные диски тоже. Ценник у нас. А, есть. S-Drive. Блин. S-Drive 86,445. Здесь у нас Package Drive, Assist Package, M-Sport Package, M-Sport Performance Package, Parking Assist Package, Executive Package. Ничего себе тут Package. Тут нормально, прям напихано. И кожа у нас шикарная здесь. И цвет красивый. Короче, прям такая заряженная машинка. Интересная. Ну и цена у него 86,445. Как базовый X7. Цена. Да, здесь у нас крюк идет. Единственное бы X-Drive и все. И прям отлично было бы. Если был бы X-Drive. Хер вы поймете, когда в жизни, если не будет такого значка. А такой значок можно поменять. Так что будьте внимательны. Если вы покупаете, допустим, бэушку какую-нибудь из Америки. Ребята там всем умные. Когда обосрались, то потом говорят. Да, ну мы обосрались. Что, об этом говорить, что ли? Ну обосрались же. Когда обосрались, вот тут наши ребята отправили. Так, я обещал, что не буду материться. Поэтому да. Короче, будьте внимательны. Кто там занимается, бэушкой. Кто покупает, перепокупает, перепродает. Вот, то же самое, X4, точнее, X4, X-Drive 30i, 60, 910. Стандартная тачка уже. А вот очень интересный стоит X6. Прям красиво смотрится. Полностью в black пакете. Shadow line у него идет. Черные диски. Ну, в общем, такая машинка, уверен, большинству зайдет с красными суппортами. Просто ляля, с черным, черным на черном. Короче, классика, ребят. X-Drive, сейчас посмотрим. А, это у нас M60i, ребятушки. Вот почему он так шикарно выглядит. Да. Цена 100, сколько? 102,495. Да хорошая цена, честно скажу. За M60 то, что нужно. Вот реально то, что нужно. Потому что здесь, какие пэккеджи здесь стоят, не видно. M-Sport Package. Так, M-Sport Package. Dynamic Helden Package. А, ну, не так сильно, в принципе, заряжены прям. Здесь 4,4, ребят. Здесь 4,4. И этот автомобиль, конечно, монстр. В отличие от стоковых трехлитровых, этот автомобиль едет очень хорошо. Просто шикарно едет этот автомобиль. Поэтому я могу сказать, что вот этот автомобиль будет фаворитом среди моих подписчиков, которые ездят на траках, которые занимаются вышками, которые открыли свои компании, у которых есть возможность купить себе автомобиль. Уверен, что ребята скажут, да, это дачка тема. Опять же, кому-то не нравится X6, потому что это все-таки купе идет. Да, кому-то нравится стандартный X5. Мне, честно говоря, и этот, и этот автомобиль заходят. Если бы был выбор купить какой, хер знает, какой бы я купил, честно. Максимально бы смотрел на внешний вид. Я человек эмоций. Если мне нравится, я беру. Если мне не нравится, я не беру. Ну, понятно, что да, здесь 4,4. Понятно, что я бы взял вот этот. Так, устаревшая восьмерка стоит. Я бы его, честно говоря, апгрейдил. Симпатичная, красивая машина. Еще одна вот стоит, восьмерка. Давайте посмотрим. 850i X-Drive конвертабл, 124,865. Боже мой, ценник, конечно, космический. 4,4 литра тоже классно, да. Хорошая машина, шикарная машина. Едет шикарно тоже. А вот стоит белая на черной крыше, просто бомбическая, в отличие от серого. Ну, мне просто белый цвет нравится. И этот автомобиль у нас стоит 124,495. У-ху, 124 тысячи. А это у нас стоит тоже восьмерка, только это Гран Купе стоит. 96,580, 840i. И еще соседняя тоже 840i. С синими суппортами. Проекция, красивый салон. Гран Купе, 94,230. Машина, кстати, открыта. Ну, она реально устарела, согласитесь. Ой, только, пожалуйста, не пишите мне про китайцев. Так вы замучились с этими китайцами, что вы там на передовых технологиях. Что вы там уже, не знаю, до китайцев там. Мне с последних роликов автовыставки там столько написали говна. Про китайцев, что китайцы там уже чуть бы, не знаю, впереди планеты всей. Что там экранов тысячи миллион. Ну, да, только я вижу ролики в сети, когда китайцы все у вас там, особенно в России, когда они едют, разваливаются, бампера улетают, там еще что-то там улетает. И все мне расскажут, что китайцы самые крутые, вы там тыкаете, как в смартфоне экран, что они такие все надежно. А вы там в своей Америке, в этом проклятом Западе уже все сдохли там со своими BMW, старыми Mercedes и так далее, там со своими Cadillac и Chevrolet. Да вопросов нет, ребят, вопрос времени только. Пользуйтесь китайцами, покупайте их как за цену BMW. Покупайте. Я не против, ребят. Я ничего никому не собираюсь доказывать. Просто когда вы, машина у вас ляжет с мотором или с коробкой, когда у вас там не только бампер отлетит, а еще какой-нибудь хрен отлетит или прилетит к вам, тогда мы поговорим. Тогда ролики, знаете, как говорят, статистика показывает свое. Ролики в интернете никуда не деть. Когда я смотрю вот эти ролики из России особенно, из Казахстана, когда ребята из Казахстана, из России показывают, что они навезли китайцев, хавалы, мавалы всякие там. Я когда жил просто в России в свое время, до 2019 года, я, честно говоря, китайцы вообще не воспринимал как машину. Тут я уехал, короче, все говорят, вот китайцы, китайцы. Китайцы, потому что у вас запрет по ввозу таких хороших автомобилей, как BMW, Mercedes и так далее, и так далее. И у вас выбора нету, и вы хвалите то, что вам приносят. А то, что вам принесли, это китайское, как бы, да, вы должны понимать, китайское качество. Инженеры, которые десятилетиями создавали эти автомобили, технологии, патенты. Китайцы тупо просто воруют все, создают типа красивую обвертку, но качества там вообще никакого нет. Может быть, может быть, там говорят, Ли-7 какой-то есть, я даже не знаю, я не видел ни разу, видел в интернете только. Говорят, хорошего качества. Да я не спорю. X5, красивый автомобиль, в красивом цвете, шикарный, просто шикарный. Черные диски, красный суппорта. Если еще это будет X-Drive, это будет шикарно. Нет, зараза, S-Drive. Давайте посмотрим, сколько стоит. 77, 395. Да, автомобиль шикарный, конечно. Проекция, класс. Класс, черная решетка, хотя не глянцевая, матовая, но тем не менее прикольно смотрится. Shadow Line пакет. Да, класс. Так, XM. Автомобиль очень дорогой, зараза. Цена где у него? Так затонировали, вообще нихера не видно. 165, 0,75. 165, 0,75. Ну, классная тачка. Да. В свое время, когда он вышел, этот автомобиль, он, конечно, нашумел сильно. Сейчас как-то на него смотришь, но есть и есть. Еще один X5 стоит, стандартный. Сколько он там стоит, давайте посмотрим. 74,765. Их четвертый, видели такой с вами? Их четвертый, Их четвертый, Их четвертый. И хочу подойти ближе к электричкам. Там у нас стоят электрички еще. Их четвертый, ребята. Вот давайте посмотрим, вот этот X5 в темно-темно-синем цвете. Вам кажется, что он черный. На самом деле он темно-темно-синего цвета. Очень прикольный цвет, мне нравится. Особенно, учитывая, что это белый салон на таком цвете кузова. Просто ля-личка. Сколько стоит такой автомобиль? Есть ли стикер? Да, есть. Это у нас зараза S-Drive. 82, 560. Ой, красотка. А так это еще и кожа у нас натуральная. Посмотрите, вообще класс. Панорамная крыша, проекция. Да, слушайте прям то, что нужно. Прям диски то, что мне нравится. Низкопрофильные. Да, она жесткая немножко машина. Я на ней такой ездил. Прям один в один на такой же машине ездил. Долгое время. И мне она понравилась. Даже если учитывая, что она жесткая. Все равно. Так, эта машина продана. И вот он. Вот он. Новый автомобиль, который я еще не видел с вами. Вот смотрю только-только вот честно. Первые эмоции. И вот. Что? Это у нас X3. Ребят, да. Это X3. Уже проданы. Двухцветные диски. Давайте посмотрим. X3. X-Drive 30i. Цена такого автомобиля 58. 920. Считаю, что отличная цена. Полностью поменялся автомобиль. Задняя часть очень сильно похожа на электричку. Во всяком случае, такая же форма, как у электрички. По боковой части, в принципе, никаких таких резких. Смотрите, у нас по кузову резких углов нет. Все очень обтекаемо. Вот. Ну, могу сказать, даже у X5, видите, какой-то переход есть. Вот где дверь. Если обратить внимание, вот так вот. Видите, у нас тут переход есть. Вот такой вот переход. Интересно смотрится. Подчеркивает какой-то характер все-таки, да, машины? Вот здесь на капоте. Здесь у нас все абсолютно ровненько, как говорится. Как у Tesla Cybertruck. Так, но тем не менее, какие впечатления про этот автомобиль? Первый раз с вами смотрю, ребят. Ну, такие, 50 на 50. Сказать, что мне нравится? Ну, честно говоря, не могу сказать, что мне прям нравится. Как-то пока... То, что новое, особо не заходит, наверное. Не знаю. Сложно мне как-то комментировать пока. Я бы, конечно, если бы сделал тест-драйв еще посмотрел бы. Ну, по внешнему виду неплохо смотрится. Ну, и неплохо, и нехорошо. Ну, вот правда, не знаю, честно, что сказать. Вот такие вот две линии ходовых огней, вот такие вот, да, линзованные фары. Прикольно смотрятся. Если посмотреть в каком-нибудь competition, я уверен, что будет интересно смотреться. Вот спрятаны у них ручки уже. Интересно тоже спрятали ручки. По задней части, конечно, да, изменения очень кардинальные. Машина видно, что изменилась. Прям очень сильно изменилась. Ну, как-то странно, да, вот так, X3 30, просто как-то 3, 3, 3, 0. Не знаю. Вот этот автомобиль более знаком, видите. Пока что все, что новое, не знаю, как это воспринимать. Ну, нужно время, короче, нужно время. Так, это у нас X4 M. Очень симпатичный X4, хоть он и старенький уже. И сколько такой стоит, X4? 84,510 он стоит. Очень красивый у нас внутри салон вишневого цвета. И, конечно, блин, обосрали здесь спередняя решетка. Если было черное, было бы хорошо, а так глянцевое. Вот, я вот себе честно скажу, вот такую хочу себе машину. Вот у меня вот желание купить себе такую тачку. Пока возможностей нет, честно, не буду сейчас выпендриваться. Вот таких возможностей нет, чтобы взять такую машину. Но, дай бог, поработаю годик-два-три, посмотрим, как по работе будет идти потихонечку. Вот такую бы себе взял 100%, потому что вот сочетание белого на черном, с черной крышей панорамной, с таким цветом, который здесь, тоже, в принципе, мне нравится. Темно-коричневый цвет такой. Машина закрыта, да. Темно-коричневый, не черный. Черный не хочу, черный на белом не хочу. Мне хотелось бы что-нибудь такое, посветлее. Вот, либо бежевый, либо коричневый, что-то из этой серии. Вот этот автомобиль только в единственное не S-Drive, а X-Drive. Потому что X-Drive едет абсолютно по-другому, чем S-Drive, я вам сразу говорю. Вот такие вот диски мне нравятся, черные, низкопрофильные, с красными суппортами. Все, короче, здесь подходит ко мне. И я бы хотел чисто бензиновую тачку. Я бы не хотел плагин-дибрид, я бы не хотел бы электрик, я хотел бензиновую. Я привык, я, короче, динозавр. Я привык к таким тачкам, мне нравятся, трехлитровые, классические. Мне не нужна, там, не знаю, М60-ка, ничего, мне не компетишен не нужен. Мне нужен стандартный такой автомобиль, вот я бы наслаждался им и все. Поэтому, как говорится, ставьте мечты, обязательно у вас все это будет. Как куплю, сразу покажу у себя ютубчики первым делом. Не переживайте, ребята, главное верить в себя и чтобы все получилось. Стандартные X5 в каком-то цвете странном, непонятно. Они вроде темно-темный какой-то, сейчас посмотрим. Это что такое у нас? Это у нас Lame Brock Grey какой-то. Хер знает, первый раз вижу 81-075. Классические X5, стандартные, не M-овские. Так что да. Вот, переходим плавно к электричкам. Если вы уже досмотрели до того момента, уж посмотрите про электрички. Такую электричку у меня несколько человек есть, знакомые, которые покупали себе. И вроде как довольны, вы знаете, честно скажу, никаких претензий от них не было. AX, сколько стоит такой AX? 96700. 96700, машина у нас закрыта. Да. Ну не ездила на таком автомобиле, не знаю, говорят, что неплохо. Сейчас многие скажут, что Tesla, Tesla, только Tesla, возможно. Не знаю, я пока электричок, как я всегда говорю в каждом ролике. Электрички пока особо сильно не могу воспринимать. Хотя, если бы у меня был бы сегодня частный дом, я поставил бы зарядку, я бы взял бы одну машину в семью. Себе или жене, не знаю, кто бы из нас согласился бы взять. Я бы взял бы себе. Вот, уезжает красотка. Эх, зараза, пока не моя. Черная или белая? Ну, белая больше. Так, это у нас продано, продано. AX, цена здесь. Очень красивый салон тоже здесь, смотрите. Темный, вишневый такой классный. Очень красивый салон. Сколько стоит такой? Такой автомобиль, он стоит 120 845. Ну, конечно, сумасши, цена для меня 120 тысяч. Вот, за 120 тысяч очень большой выбор автомобиля, который бы я купил. Очень просто. Охереть, какой выбор был бы, если бы я покупал автомобиль. Так, ну, такой синий давайте посмотрим. Такого у нас еще не было. Сколько стоит такой автомобиль? А ценника нету. Он там спрятан. Сейчас посмотрим еще. Ценники. Вот есть на черные. Сколько такой автомобиль стоит? AX, X-Drive 50, 100 тысяч 445. 100, 445. 100 тысяч на 20 тысяч дешевле, чем соседние. Так, а смотрите, вот еще один здесь спрятанный X-3 среди электричек. Вот так вот, черненький. Тут у нас был, по-моему, тоже черный, да? Да. Или нет? Так вот. Вот тут прям как-то поинтереснее смотрится. Сколько такой автомобиль стоит? 57 650. 57 650. Машина у нас закрыта, да? Жалко. Черный на черном. Прикольный руль, нравится. Да нет, все-таки классная тачка. Видите, она распакованная. Здесь никаких пленок нету. Сюда бы, конечно, ну, хотя здесь, честно говоря, она будет мягко едет. Видите, какая у нее резина. Не низкопрофильный у нас диаметр. Какой здесь? Не низкопрофильная резина. Здесь у нас диаметр 19. Да, нормально. Как раз она будет хорошо ехать. Мягенько будет ехать. Диффузор прикольный, задний нравится. Задний все-таки фары тоже прикольно сделали. Нет, классная тачка. Интересно смотрится. Лучше, чем этот старый X3. Уж точно. Это 100%. Лучше, лучше, конечно. По передней части вот эти вот дневные ходовые огни, вот эти линии, конечно, они... Не знаю, как-то они выбиваются, что ли. На что-то смахивает другое. На какого-то другого автопроизводителя. Не могу понять, на какого пока. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих дневных ходовых огней. Двух полосок этих. Не по BMW-шному, мне кажется, когда смотрится это все. Так, ну еще два автомобиля. Цены здесь я не вижу. И здесь цена есть. А, нет, там была цена. Сейчас посмотрим. X, так, это у нас AX 99215. Короче, 100 тысяч-120 тысяч долларов эти автомобили стоят в США. В частности, Майами, Флорида. Да, некоторые говорили, что в Майами очень дорогие автомобили. Не соглашусь вообще ни разу. Я продаю много автомобилей. Конечно, не BMW. Но, тем не менее, я могу сказать, что мы очень конкурентны на рынке среди других штатов. Очень конкурентны. Я могу сказать, хотя мы находимся внизу в Америке все, да, там. Но, тем не менее, мы очень конкурентны. Я даю прекрасные цены, даю хорошие условия. Тем более, у вас есть документы. Если даже у вас документы херовенькие, и вы запортачили свой кредитскор, обращайтесь, я помогу с этим вопросом. Благо, бизнес рабочий в этом плане, где можно починить все это по кредитскору и так далее, и так далее. Тем более, я знаю, что некоторые ребята шопятся, ходят по некоторым дилерам. У вас там инквари, тысячу миллионов инквари, по 50, по 40 инквари. Это тоже все решаемо. Есть контакты проверенных людей у меня, партнеры мои. Поэтому звоните, пишите. Я помогу с этим вопросом. Благодарю каждого, кто досмотрел до этого момента. Ролик получился очень объемный, большой. Машин много. Какие-то машины пропустил. Не обессудьте. Все машины показывать не хватит времени. Я, честно говоря, немножко подустал. Рот подустал мой. Болтать. Кому-то не нравится, что я много говорю. Не смотрите, ребят, без проблем. Поэтому благодарю каждого, кто досмотрел. Благодарю каждого, кто обращается. Благодарю каждого, кто обратится. Я со своей стороны сделаю максимально хороший сервис. Предоставлю вам хорошие условия. Если вы из других штатов, тем более. На любой штат можно оформить кредит. Если вы хотите купить лизинг, то можем оформить на вас лизинг во Флориде, если вы резидент Флориды, если у вас ID Флориды. Поэтому так вот. Благодарю каждого, кто поставит лайк, подпишется на меня, откомментирует, поделится с друзьями. Увидимся в следующих роликах. Все, пока-пока.